У части аудитории тогда возник вопрос, да кто вообще такой этот Дугин, чтобы охотиться на него и его родственников? А у другой части аудитории, которая знала, кто такой Александр Гелевич, все равно напрашивался вопрос, ну нафига кому-то всерьез сдался этот человек? Ведь он фрик, мем, но никак не серьезная политическая фигура. Ну, проблема заключается в том, что он не такой уж мем и не такой уж фрик. Это человек очень важный для российской культуры. Так что как-то так. И вообще для российского общества. Человек, который контактировал с огромным количеством разных замечательных, собственно, потрясающих людей. Так что, честно говоря, я хз. Но, опять же, недооценивать Дугина это не до конца правильно. Может быть Дугин не такой большой, великий, непобедимый, в общем-то, и громкий оратор, как, например, Соловьев. Да, ну, Соловьев непобедим, потому что не сражается, блядь, ни с кем. Да, понимаете? Пиздец, конечно, полный, на самом деле. Какой-то ебанутый кринж. А, ну, Дугин взаимодействовал с огромным количеством очень популярных, известных русских писателей, музыкантов. Там, Курехина, Летова, того же, перечисляем, да? Писатели Лимонова, там, перечисляем, еще много кого, на самом деле. Там, Мамеляева, еще кого-нибудь. Просто список можно продолжать очень долго, я даже не буду ограничиваться. Но, блядь, просто, кто, блядь, такой? Ну, если неизвестно, кто такой Дугин, сорян, чел. Ты, наверное, вообще вне контекста русской культуры современной. Вообще нет. Если камышовые люди вылезут, и на нас полезут со своим котом. Ну, я тоже понял, что под фашизмом здесь, понимается, просто обзывалка. Фашист в данном случае, значит, не марксист, блядь. Просто, ой, он не марксист. Просто, если сказать слово не марксист, люди такие, ну да. А если сказать слово фашист, то такие, о, фашист. Духовным центром наиболее долбанутый, наиболее отмороженный, наиболее антисоветски настроенный столичный... А, стоп, стоп. Следует, наверное, заметить, что здесь все три слова, это синонимы. Самый отмороженный, слава самой антисоветской. Ну, опять же, блядь, вот эта вся антисоветщина ебучая и обзывательство постоянное, они, конечно, выявляют в рудом хуёвого исследователя данного явления. Ну, окей. По-моему, пока все, что он говорит, если, да, убрать его оценки, все это пиздато. То есть, чуваки ползали вокруг, там, не знаю, памятников по собачьи, там еще что-то делать. По охуенной практике 10 из 10, если что, респект. Респект просто, как бы, смело, круто, охуенно. В 1993 году Дугин публикует книгу «Гиперборейская теория». В ней он излагает теорию Германа Вирта, первого руководителя того самого института наследия предков Аненерби, об истории, метафизике, культурном и антропологическом превосходстве арийской энергической гиперборейской расы, теорию, ставшую официальным идеологическим ядром германского фашизма. Тогда же намечаются политические контакты Дугина с Эдуардом Лимоновым. Еще в мае 1993 года Дугин от имени движения новых правых становится второй. Ну, кстати, смотрите, видите, вообще, Жизу Дугина. Я вот, почему к Дугину мне сложно относиться как к философу? Во-первых, из основного концепта он не придумал, по сути, ну, практически ничего. Да? То есть, я не знаю, я не могу вообще набрать какие-то идеи Дугина сами по себе. Во-вторых, мне кажется, вот, настоятельно кажется, что Дугин является обладателем некой каши разных идей, которые друг другу плюс-минус противоречат просто. Ну, или если не противоречат, просто не являются тотально связанными друг с другом. Да, чтобы в моих глазах быть философом, надо не быть интеллектуалом, в том плане, что большинство интеллектуалов, они как бы работают по методу. Я читаю всякое говно, но не соединяю его. Вот у меня вопрос, является ли Дугин полноценным эклектиком или все же нет? Ну, идея трех логосов хуйня просто. Так вот. Да, смотрите. Смотрите, чтобы быть полноценным эклектиком, необходимо тотально, непротиворечиво соединить все части своего учения. Да, вы берете элементы из разных вещей, но надо соединить все это. И чтобы оно реально работало, и чтобы оно реально было соединено. Я у Дугина, честно говоря, этого не вижу. Я вижу много разных... Я, правда, его подробно не читал. Я поэтому не делаю сейчас окончательное заверение, что он там философ, не философ. Я сейчас просто пытаюсь сказать, что в данном случае, почему я, например, могу трактовать Дугина как не философа. Потому что, ну, мне он напоминает интеллектуала среднестатистического, который просто понахватался разных вещей. Там фашизм, не фашизм, там вот этот традиционализм, еще какая-то хуйня. Постмодернизм, хуизм, там все вот это вот как-то вот. Вот, я типичный интеллектуал, я много чего прочитал, я вам репрезентую это. Дугин, мне кажется, весь вот таким полноценно единого тотального учения я у него не вижу, как там у Гегеля, например. То есть я не вижу, собственно, сам дугинизм. Вот у Гегеля я вижу гегельянство, или у Маркса вижу марксизм. А вот за Дугином я дугинизма не вижу, по большей части. Ну, может, я ошибаюсь, не исключено. Дугин просто, наверное, единственный автор, который популярен в нашей стране, который реально претендует на наличие философского учения. Вот, 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 реально человек единственный, который просто претендует быть философом плюс-минус по моему определению. Хоть он и эклектик, да, если это полноценная, тотальная, мощная эклектика, Платон тоже был тотальным эклектиком, замечу. Признанно, кстати, иностранным. Ну да, Вячеслав, и у правых, и у левых такая хуйня, но это плохо. Уровень политической дискуссии вообще полное говно. Тотальное говно в среднем, да, и поэтому соваться в политику и обсуждение политики это полный кринж. Ну, единственное, что вы можете друг друга подъебывать за исторические ошибки, определить, что хорошо, что плохо. Вот проблема начинается здесь, потому что это вопросы этики. А этика нихуя не доказуема. Вы можете сколько угодно апеллировать, в общем-то, к всяким аргументам в рамках этики, там, моральные факты, еще какая-то хуйня. Но это настолько воздушные замки, что, ну, этой хуйней никого просто не убедишь. Да, не только в Восточной Европе. Политический дискурс говно везде. Почему? Потому что у вас либо беседа об истории, кто-то обосрался с точки зрения истории. А тогда, ну, какая разница-то? Политика это, на самом деле, идея. Идея, которая должна реализовываться каким-то образом, да, на обществе. А то, что она там, и она раньше плохо встречалась, там, например, Дугин неправильно понял Средневековье. Да похую, как он его понял. Главное, что у него есть проект. Он был вдохновлен Средневековьем, неправильно его понял и получил некий проект. И мы оцениваем проект на его работоспособность. И на его, так скажем, моральность и желательность для общества, допустим. Ну, это всю хуйню почти не докажешь никак. И в этом основной нюанс, как бы, да. У нас есть одно, ну, у нас есть бестодержательная критика, то есть историческая. Она не касается, собственно, политики. Она касается, прежде всего, истории и неправильных убеждений политика в области истории. Но опровержение исторических всяких вещей ничего не значит. Буквально. Ну, но провернул, но проверка я проверил. Ну, молодец. 10 из 10, садись 5. Но, когда речь идет о именно проекциях в будущее, мы здесь не предсказатели, мы здесь не маги, мы здесь не футурологи, мы здесь не колдуны и не провидцы и не сновидцы. И мы ничего не знаем. Главным направлением для Александра Гельевича было не внутреннее, а внешнее. Импортируя в России. Важно еще понять, что здесь реально вопросы этики играют огромную роль, потому что, что хорошо для коммуниста, то плохо для правого. Причем, этически плохо. Коммунисты за справедливость, за равенство. Это их нравственные качества. Это именно что нравственность. Да, нравственно добиться, чтобы общество было равным. Это самое лучшее его и самое хорошее с точки зрения нравственности положение. Что ж, давайте поговорим, собственно, о Дугинской философии и его новой политической... Да, давайте вырезать рандомные смешные тейки из непосредственно выступлений Дугина, чтобы его как-то унизить. Я просто на самом деле представляю, что было бы, если бы я стал плюс-минус популярным и Рудой бы снимал видео про меня. Просто, скорее всего, все его вырезки состояли бы из моих бомбежей, там, криков, оров и всякой другой ерунды, которая не имеет никакого отношения к моей позиции, по большей части. Ну, он просто бы вырезал какие-нибудь там рандомные опсеры, там, шутки, еще какую-нибудь хуйню. Типа, блядь, Шадов ползал на пузе. Там, блядь, Шадов вот это, Шадов вот то, Шадов там третье. Вместо того, чтобы рассказывать, в чем я ошибаюсь, он бы показывал, что я, собственно, делаю. Философия Дугина часто вызывает критику, раздражение и, прямо скажем, бомбежку у профессиональных философов. Это неудивительно, потому что, с одной стороны, Александр Георгий... Бомбежка у профессиональных философов вызывает вообще все, что угодно. Даже другие профессиональные философы, это я вам по факту говорю. Начну с цитаты бывшего нацбола, а ныне философа и религиоведа Аркадия Малера. У Дугина нет никакой полноценной философии. Философия – это целостное и внутреннее, более-менее связанное мировоззрение, имеющее явные позиции в вопросах... Кстати, плюс-минус, я с этим в определении могу согласиться. ...антологии, игнотеологии, этики, эстетики... Но только при этом у этого представления должно быть некое новаторство. Просто наличие у человека непротиворечивых позиций не делает его философом. Целостная и внутренняя связанность, да, вот здесь как критерий берется. То есть, да, я бы согласился с тем, что философия – это продуктивное мышление, и та продуктивная мысль, которая производится философом, она должна быть целостной и внутренне, более-менее связанной, ну, быть более-менее целостным, внутренним, связанным мировоззрением, имеющим явные позиции в вопросах антологии, гносеологии, этики, эстетики и так далее. Я здесь соглашусь. Вот. То есть, я просто добавление сделаю, что не всякая такая целостная позиция является философией. И так далее. Ничего этого у Дугина нет. Есть синтез очень разных философских и идеологических установок, очень сложно сочетающихся друг с другом и... Мне тоже так кажется, как Майлер здесь пишет. Я, правда, не изучал тексты Дугина настолько основательно, чтобы быть уверенным в этом, да, подчеркну. Но если вы хотите мне доказать, что Дугин и реальный философ, вам придется доказывать у него наличие целостного, внутреннего, связанного мировоззрения, которое при этом еще и является уникальным для самого Дугина. Ну и потом пошли уже его последователи, да. То есть, Дугин должен был начать это мировоззрение в виде либо эклектики, либо чего такого, а потом только его последователи появились, да, как таковые. Если у Дугина нету всего этого целостного мировоззрения, внутреннего, более-менее связанного, то он не философ по моему критерию, тоже как и по Майлеру. Ну, некоторые вещи, которые Дугин говорит, мне, например, приходится вполне по душе, я замечу. Но политикой я вообще, в принципе, не интересуюсь, поэтому политику просто убирайте нахуй из этого списка. Мне нравятся некоторые околоакадемические исследования Дугина, например, по французской философии воображения, вот социология воображения, которую он берет и разбирает там разных авторов. Говорят, разбирает не очень хорошо, опять же, академики, но хотя бы разбирает. Это достаточно неплохо. Там у него что-то есть, что-то позитивное с академической точки зрения. Я бы вот так вот здесь это подметил. Дугин не ноль, короче. Дугин не полный ноль. Катей чуть более сдержан и академичен в формулировках, но мыслит примерно в том же направлении, что и Майлер. Во-первых, он также указывает на эклектичность Дугинского учения. У Маркса эклектичное учение. Просто есть эклектика, которая реальная эклектика, в которой всё совмещается и работает, да, совмещаются разные элементы, и они вместе друг на друга работают. И получается целостное непротиворечивое мировоззрение, состоящее из эклектических разных частей, да. А есть в кавычках эклектика, которая просто представляет собой кашу из разных цитат и понятий, слов и образов, но они все не работают целостно в рамках одного концепта, не являются одним большим построением. При этом, в принципе, человек может быть философом даже дважды, то есть он может создать одно учение, оно целостное, единое, офигенное, а может быть и несколько учений. То есть человек может сначала создать одно учение, потом от него отказаться, потом создать другое учение, от него отказаться, и он так дважды, трижды, четырежды философ может быть. Не, на самом деле в философии очень много эклектических учений. Если вы будете достаточно честно анализировать философию, вы просто обнаружите, что всё, начиная с Платона, это эклектика. Ну, в той или иной степени. То есть в лучшем случае, что делали философы, они занимались эклектикой, но иногда добавляли некоторые свои идеи. Я поэтому вам заранее сказал, если бы я исключал из оценки философии продуктивную эклектику, я бы просто никого бы не считал философами, кроме, может быть, десократиков. И то с ними сомнительно, вопрос есть, можно ли считать их, ну вы поняли, философами. Потому что там тоже, наверное, эклектика, просто мы про неё не знаем. Вот такая хуйня молят, вот так вот и получается. В этом плане, да, мы должны добиться чего-то более-менее целостного. Переубедить население страны, потерявшей 27 миллионов человек в Великой Отечественной войне, что бывает и какой-то правильный фашизм, ну дело, знаете ли, архисложное. Ну, кстати, точно так же довольно сложно убедить многих людей в том, что бывает какой-то правильный коммунизм. Видимо, тоже архисложно, потому что они тоже потеряли немало людей в процессе. Ну, тут как бы, ну, вот этот аргумент, который был озвучен, он двояко острый, да, такой, двояко острое лезвие, за которое он взялся, потому что, ну, блин-блинский, это потеря-потерь, рудой. Ведь многие люди, как бы, китайцы, не-не, китайцы, конечно, не считаются, и воробьи, главное, не считаются. Я вообще не считаю, что политические учения могут быть правильными или неправильными, я вот это вот только замечу. Просто кринж, да, то есть мы не можем говорить о правильности или, ещё лучше сказать, истинности. Истинности политических течений, они не истинны. Политические течения, как и этические течения, на мой взгляд, они имеют функцию проектов. Это проектные некие субстанции, сущности, которые мы создаём в голове фантазии своей и пытаемся применить на наше общество. И оно так всегда работало, и всегда будет работать. И иногда эти проекты просто начинают активироваться, и развиваться, и дополняться, и усложняться, и так далее, так далее, так далее. А иногда нет. А иногда они идут куда-то не совсем туда в процессе реализации, и получается хуета. Но при этом это не значит, что они могли бы, ну, это не значит, что они с необходимостью всегда будут идти не туда, понимаете? Есть альтернативы всегда, какие-то, какие-то вариации. Ну, например, я не знаю, ну, например, коммунизм. Вот коммунизм, он всегда плохой? Вот на мой взгляд, наверное, он не всегда может быть плохой. Не знаю, у меня нет оснований считать, что коммунизм всегда плохой. Есть подозрение, что, может быть, можно создать коммунизм, в котором не будут расстреливать постоянно людей, там сажать всех в тюрьму без остановки и так далее, так далее, так далее. Но есть такое, знаете, у меня допущение. Может быть, может быть, да. Я не могу никак отказать коммунизму в этом, может быть, да. Понимаете, может быть, да. Но пока что вроде бы и не доказано, что может и так далее, так далее, так далее. Да и коммунисты не особо стремятся сказать, что мы не будем никого убивать, ребят, на самом деле. Мы будем, мы будем, на самом деле. Кровавая революция вас ждет впереди, так что вы это поднапрягитесь немножко. Не, я еще раз обращу внимание, что в любой интерпретации политической, при политической позиции Дугина, да, при ее реализации, я бы не хотел, в общем-то, жить. Я бы не хотел, ну, чтобы в моей стране, где я обитаю, реализовывали тот проект, который Дугин непосредственно пропагандирует. Проект мне не нравится. Вообще никак, да. То есть, да, политика это проектная деятельность, но здесь мы можем как-то субъективно для себя решать, нравится нам там или не нравится, когда все там русские прыгают через костры, крутят хороводы непосредственно, молятся, поклоняются Богу православному в деревянных храмах, допустим, или еще что-то похожее. То есть, ну, мне бы не хотелось. Мне бы, в общем, не хотелось как русскому быть вот в такой вот России. Мне как раз кажется, что здесь в данном случае, ну, довольно неплохо дать миру свободно, в кавычках, свободно развиваться, продолжать движение. Может быть, немножко, немножко еще вот объединения, да, народов какого-то идейного. Может, что-то породим новое в совместной эклектике. Может быть, и разъединение какого-то тоже, как получится. Если кто-то захочет отсоединиться, пусть сидят там, что-то делают. Но в тотальном таком виде, как Дугин это предлагает, мне кажется, будет довольно непродуктивно, на мой взгляд. Ну, я бы не хотел, короче. Многие современные диссертации по философии представляют собой более или менее добротные компиляции, которые не так уж трудно ваять в эпоху интернета. Но все же в этой сфере есть некие правила приличия. Когда автор цитирует так, что становится очевидным, что ни уха, ни рыло в цитируемом тексте он не понимает, это пока еще считается непристойным. Дугин демонстрирует именно этот стиль, когда обращается к трудам физиков. Что уж говорить о высоких материях вроде... Ой, блядь. Ну, кстати, если его труд посвящен философии науки Дугина, а вроде он и посвящен философии науки кандидатской, мнение физика просто нахуй не учитывается. Простите. Скорее всего, сам физик не понимает методологию науки от слова нихуя. Ну, простите, я просто по опыту своему знаю. Скорее всего, человек с философской степенью, который читал непосредственно Фирабенда, Поппер и так далее, больше понимает философию науки, чем какой-то боссный физик. Сорян. Так что, да, конечно, Дугин никакой не идеолог. Не, но идеолог Путина... По-моему, очевидно, что Дугин не идеолог Путина, я, честно говоря, хз. Хотя иногда что-то проскальзывает. Иногда, иногда, да, поэтому такие вообще тезисы в каком-то смысле имеют кто-то за собой, но не очень много. Путина просто в какой-то момент идеи власти частично совпали с его реакционными бреднями. Ну, бреднями, не бреднями, но тут скорее следует рассматривать, как Рудой говорит, он говорит более-менее адекватно. Мне вообще важно смотреть не столько на самого Дугина, сколько на вообще историю всей русской философии как таковой, чтобы вы понимали, да, вообще идеи нашей власти, как они их озвучивают. Это, ну, Дугин, не Дугин, да, но они совпадают буквально настолько, насколько у нас есть такой, знаете, основная, в общем, тенденция российской философии до этого, да, и вот Дугин у нас есть. Вот и по правительству, и где вот совпадают все три этих множества, ну вот, 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 где российская философия и философия правительства нашего совпадают, там и Дугин где-то тоже вот приписывается непосредственно. Так что куда легче допустить, что идеологом нашей власти в кавычках является не столько Дугин, сколько, ну, сколько вообще само устройство русской философской мысли. Меняйте мир и делайте его таким, в котором люди вроде Дугина не выходят за границей интернет-мемов, да? Лол. Ну, я вообще замечу, что Дугин это, наверное, лучшее, что есть в российской известной современной популярной философии, вообще буквально лучшее, популярную, если брать. Дугин лучше, чем, Дугин лучше, чем, там, Цендровский, например, Дугин лучше, чем, не знаю, Баумейстер, например, Дугин лучше, чем кто угодно из известных философов. Ну, он интереснее просто. Он может быть и не до конца философ, но у него просто у единственного есть какая-то претензия на это. Редактор субтитров А.Семкин